ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите наши новости в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. В данные минуты решается судьба сереброплавильного завода Барнаула. Построят ли на его территории торговый центр, сейчас обсуждают на публичных слушаниях. Напомним, ранее проект застройки территории бывшего завода был предметом жарких дискуссий. В начале мая на сайте мэрии Барнаула разместили эскиз реконструкции. Внимание экспертов и горожан привлекло здание общественного назначения с рабочим названием Торговый центр. Тогда глава администрации Барнаула Сергей Дугин поспешил заверить, что никакой ТЦ строить не будут. Наш корреспондент присутствует на публичных слушаниях, что, возможно, появится на месте сереброплавильного завода. Расскажем в вечернем выпуске. В реках края продолжается рост уровня воды. За сутки опь в районе Барнаула поднялась на 36 сантиметров. Неблагоприятные метеорологические условия сохраняются, сообщает Минприрода региона. В ближайшие двое суток вода может подняться в реке Чирыш в районе населенного пункта Карпова-2. Всего в зоне риска сейчас 48 муниципальных образований и 204 населенных пункта края. Кстати, ко второй волне паводков края уже готовятся. По словам специалистов МЧС, погода пока дает такую возможность, поскольку на улице прохладно. Период таяния снега в горах сдвинулся на более поздние сроки. Но специалисты не исключают вероятность подтопления. Проблемы могут начаться, когда на Алтае станет жарко, а дожди при этом не прекратятся. Когда откроется Барнаульский торговый центр «Арена» и почему дорожает гречка? Об этих и других темах далее в ежедневном обзоре изданий «Сибирская медиагруппа». Цены на зерновые в Алтайском крае за последний месяц в среднем выросли на 13%. В причинах разбираются корреспонденты «Комсомольской правды» на Алтае. Одна из них в том, что ранее гречка резко упала в цене. Еще в апреле тонна стоила чуть более 6 тысяч рублей. Сейчас цена нормализуется, и за последний месяц по некоторым культурам она поднялась на 15%. Судьба ТРЦ «Арена» в Барнауле остается под вопросом. Накануне суд индустриального района перенес заседание по снятию обеспечительных мер с торгового центра на сегодня. Об этом сообщает полиция БРУ. Напомним, арену закрыли 5 мая из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Но между тем на днях открылся торговый центр «Район». В простое он пребывал почти полтора месяца. Закрытыми в Барнауле все еще остаются праздничные и России. Легкие курильщиков проверят в Барнауле. Пункты здоровья, где можно оценить степень влияния никотиновой зависимости на организм, будут работать 30 и 31 мая. Об этом пишет АИФ «Алтай». Завтра в Краевой столице будет курсировать трамвай «Время быть здоровым». А 31 мая, в день борьбы с курением, на улице Молотобольской желающие смогут пройти медицинское обследование. Евгения Даровская. Наши новости. Сегодня назовут имена самых талантливых детей края победителей краевого конкурса «Юные дарования Алтая». В 28-м традиционном смотре участвовало больше 600 конкурсантов в трех номинациях – музыка, хореография и изобразительное искусство. В галоконцерте выступит три сотни одаренных детей, 15 юных талантов и впервые 10 ведущих наставников получат именные стипендии губернатора края. В Барнауле во Дворце культуры прошел праздник, посвященный Дню российского предпринимательства. Лучшие предприятия малого и среднего бизнеса были отмечены различными наградами. В числе награжденных – руководитель производственной компании «Любава» Любовь Заркова, которая занимается производством плавленных, пастообразных творожных сыров и масложировой продукции. За свое существование с 1995 года «Любава» неоднократно была отмечена на городском и краевом уровнях. Сегодня вручена почетная грамота от правительства Алтайского края, утвержденная губернатором Александром Карлиным. Продукция «Любавы» представлена более чем в 15 регионах России. На предприятии трудится около сотни человек. На старте запуск нового проекта. Это у нас большой масложировой цех и первый в Алтайском крае цех по производству маргарина. На мероприятии присутствовал также Сергей Зарков, учредитель ООО «Любава» и супруг Любови Константиновны. Он разделил с ней радость церемонии награждения. Я хочу поздравить всех предпринимателей с праздником, с этим трудовым праздником доблести и чести. Перемен мы ждем перемен. Слова известной песни как никогда актуальны в конце весны и начале лета. В это время сама природа намекает нам пора менять жизнь к лучшему. А что бы хотели поменять жители нашего города, об этом мы спросили их на улицах Барнаула. «Я хотела бы поменять квартиру. В квартире поменять обстановку, наклеить новые обои, шторки новые повесить, может быть там шкафчики на кухню поменять». «Климат поменять было бы замечательно. И я думаю, эту идею с восторгом мы приняли бы очень многие, понимаете». Как видите, желания у всех разные, но чтобы их реализовать, нужны финансовые вложения. Где взять необходимые средства, знают специалисты. «Ремонт в квартире или новой запчасти для машины, покупка новых вещей, техники и так далее. Все это может стоить и 100, и 200, и даже больше тысяч. И тут два варианта выбора. Либо человек уже накопил такую сумму, либо обратиться в банк за кредитом». Сейчас оформить кредит в банке можно за несколько часов, если не минут. Так что в скорости получения средств этот вариант, безусловно, выигрышный. Но много ли придется платить по кредиту? «Бутует мнение, что кредит – это дорого. На самом деле в банке «Восточный» можно оформить кредит всего за 30 рублей в день. То есть ремонт или отпуск будут стоить меньше, чем чашка кофе. Или как одна поездка в общественном транспорте». Если к кредитованию подойти грамотно, то можно не только оформить до 500 тысяч рублей под 12% годовых, но и сделать это на особых условиях. «30 мая в банке «Восточный» будет проходить день продаж. В этот день мы работаем до последнего клиента. Проводим консультации по нашим продуктам и готовы помочь в любом вопросе, который возникнет у вас. В том числе вы сможете оформить кредит, который позволит реализовать ваши планы всего за 30 рублей в день». Итак, время перемена станет 30 мая. Место, где вас ждут перемены к лучшему – ближайший офис банка «Восточный». Один из крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока открыл второе отделение в городе Бийске. Комфорт и качество обслуживания Азиатско-Тихоокеанского банка уже оценили клиенты. Зоны для обслуживания частных и корпоративных клиентов, комната для переговоров и несколько операционных касс. Второе отделение Азиатско-Тихоокеанского банка в Бийске отличается особым комфортом и домашним уютом. Грамотные специалисты доходчиво расскажут о всех видах банковских услуг. «Мы открытием второй площадки в Бийске распечатываем третью сотню офисов, которые есть в Азиатско-Тихоокеанском банке. Я надеюсь, что сейчас они начнут расти в геометрической прогрессии». Азиатско-Тихоокеанский банк пришел на Алтай летом 2012 года и прочно занял позицию одного из лидирующих, востребованных и надежных банков. Теперь воспользоваться его услугами сможет большее количество бийчан. Здесь можно оформить выгодный кредит или доступную ипотеку. Новое отделение Азиатско-Тихоокеанского банка расположено на улице Мерлина, 44-2. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». На всей территории края переменная облачность. Местами дождь и порывистый ветер. В Бийске и Рубцовске 16 выше ноля, в Кулунде 20. В Барнауле ветер юго-западный, порывистые дожди до 16 и тепла. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok